Ну что же, новый шестой сезон залетел в нашу любимую колдушку, с чем я вас и поздравляю. Помимо того, что новый сезон нам принес новые интересные механики, нововведения и так далее, он также нам традиционно принес новый ребаланс оружия. В принципе, речь в этом видеоролике пойдет именно о ребалансе нового шестого сезона. Всем здарова, братва! Вы на канале Лумумба Румумба, с вами как всегда Владос. В сегодняшнем видеоролике будет рассказ о том, какие пушки нам нерфанули, какие бафнули и какие нужно будет брать и осваивать в новом шестом сезоне. Господа, видос будет максимально полезный и интересный, обязательно досматривайте до конца, не забывайте прожимать лайкосы и подписываться на канал. Ну а в данный момент я рекомендую обязательно подготовить что-нибудь повкуснее, взять свой любимый чаечек, ну и как говорится, летс гоушки. Минуточку внимания. Рекламная пауза. Господа, если вы давно искали способ, как можно сэкономить на донате в нашей любимой колдушке, то смелостью могу вам рекомендовать свой телеграм-магазин, который называется Лумумба Шоп. Там вы можете приобрести премиум боевой пропуск даже на аккаунте, где недоступен магазин с цепишками. Можете приобрести пропуск снабжения, что недельный, что месячный. Ну а что касается аккаунтов, где доступен магазин с цепишками, цены вас приятно удивят, поэтому залетаем. Ссылку на мой магазин можно будет найти в описании к этому видеоролику. Ну а сейчас возвращаемся к просмотру бомбического видоса. Начинаем с первой пушки, которая потерпела изменения в шестом сезоне. Это ручной пулемет Динго. Данному пулемету изменили дистанцию поражения. Раньше первый отрезок урона был 16 метров, сейчас он составляет 18 метров. Второй отрезок урона также немножечко изменили. Раньше он был 23 метра и потом стал 26, точнее сейчас стал 26. Я вам скажу так, что это очень хорошие новости для использования Динго. Так как вы, скорее всего, так же как и я, поначалу побегали с Динго, потом его забросили на дальний ящик, потому что пулемет не особо интересный был, не особо имбовый. Он был неплохим, но не более того. Возможно сейчас, после этих изменений, после добавления урона, он станет чуть-чуть поинтересней, и мы начнем его более часто юзать. Разработчикам спасибо за данную, как говорится, махинацию, попробуем проверим. Что касается следующего оружия. Следующее оружие, это у нас штурмовая винтовка ХВК-30. Знающие ребята ее юзают активно и разваливают кабинеты и будки соперникам на раз-два-три. Что же изменили в ХВК-30? Изменения коснулись в основном крупнокалиберного магазина, точнее магазина с крупнокалиберными патронами. Что же сделали? Был увеличен магазин с 29 патронов до 32. Это очень хорошая новость, и 32 патрона, это в принципе достаточно, и с ними можно легко отыгрывать в сетевой игре. И дефицита как такового не чувствуется, так как ХВК-30, она вообще не скорострельная пушка, но очень как бы уронозависимая, в плане того, что урон ее очень-очень дебелый, и количество патрона в магазине дает ей только бусты в плане использования ее в рейтинге. Что касается второго улучшения, это была уменьшена перезарядка пустого магазина. То есть, когда вы выстреливаете полностью крупнокалиберный магазин, у вас перезаряжаться автомат будет на доли секунды быстрее, и это также очень хорошая новость для всех любителей ХВК-30. Просто подчеркнули его уникальность и мощь, как говорится, в этом ребалансе. Следующая пушка это дробовик R-90. Опять же, многие даже, наверное, не вспомнят, что он существует, но он существует. Это двухвыстрельный дробовик, который наносит не так много урона, но если попасть в верхнюю часть хитбокса, то на ближней дистанции можно с него шотнуть. И второй патрон мог бы пригодиться для второго, как говорится, соперника. Но не все его как бы полюбили и поняли, в чем его смысл, и он тоже был очень быстро заброшен. Так вот, данному дробовику в шестом сезоне увеличили кучность дробинок. То есть, куча не будет пить, лучше будет попадать в верхнюю часть хитбокса, чтобы шотнуть соперника. Учитывая то, что легендарный ШСО в пятом сезоне получил увеличенный разброс дробинок, а в этом сезоне ему еще и дистанцию порезали. Поэтому, возможно, R-90 станет довольно-таки юзапельным дробовиком в шестом сезоне. Но, как говорится, будем посмотреть. Идем дальше. Следующая ППшка, но по факту это ШВшка, но не суть. Это долгие дискуссии могут быть на эту тему. В общем, речь идет о ППшке АГР-556. Данной пушке изменили калибр 5.56, уменьшили штраф интервала выстрелов. Раньше он был 88 мс, сейчас это 86.4. Что это значит? Штраф за интервал выстрелов. То есть, после каждого патрона, вот эта вот задержка была уменьшена. То есть, с того и урода, скорострельность немножечко была поднята на калибре 5.56. Насколько это весомо? На цифрах не очень. То есть, это не внушает доверия в том, что эта пушка прям заиграет. Это очень может сказаться эффективно на данной волыне и на данном магазине, в принципе. И, как бы, непонятно, насколько это будет эффективно. Это только тесты покажут. Я еще это не тестировал, но я вам обещаю, что я это обязательно сделаю. Идем дальше. Второстепенное оружие относительно новый пистолет L-CAR, который стреляет автоматом. У данного пистолета была увеличена дистанция. Раньше на первом отрезке урона она была 8. Сейчас этот урон сохраняется до 9 метров. Второй отрезок урона раньше был 14 метров, сейчас 16. В общем, 2 метра добавили ко второму отрезку урона. Я вам скажу так, что мне L-CAR не нравился как раз то, что ему не хватало максимальной дистанции. Возможно, с помощью данных манипуляций, опять же, эта второстепенная пушка заиграет еще лучше. Но, признаюсь честно, что до этого ребаланса L-CAR меня, в принципе, тоже, как бы, устраивал. Это пистолет, который, в принципе, с задачей второстепенного оружия справлялась на все 100 крапка коп. Но, если его улучшить, он станет еще лучше. Никто не будет против, будет только за. Следующая пушка, это, опять же, штурмовая винтовка. И это у нас штурмовая винтовка Один. Ей была увеличена дистанция на первом и втором отрезке урона. На первом отрезке урона раньше была дистанция 16 метров, потом урон начинал падать, сейчас это 18. Второй отрезок, это было 25 метров, сейчас это 28 метров. Опять же, прибавили 2 и 3 метра к двум отрезкам урона. В принципе, на этом плане изменения Одина все. Но, я вам скажу так, да и вы, в принципе, сами знаете, особенно, кто фанатит от Одина. Это нормальная грабельная пушка на протяжении уже 3-4 сезонов. Она ею является, она классно нагибает. И то, что ее немножечко подчеркнули, сделали еще интересней и более грабельней, это только как бы приветствуется. Идем дальше. Следующая пушка, которая была улучшена в 6 сезоне за счет ребаланса, это пистолет-пулемет Секач. Данному пулемету был изменен профиль урона. Раньше это было 3 дистанции поражения, сейчас это 4 дистанции поражения. И была увеличена скорость передвижения. Раньше это было 4,92 миллисекунды, сейчас это 5,09. Короче, с Секачем вы будете двигаться немножечко быстрее и немножко больше будете наносить дамагой. Короче, как-то так. Следующая пушка, это снайперская винтовка Кошка. В данной снайпе было уменьшено время прицеливания. Раньше это время составляло 470 миллисекунд, сейчас это будет составлять 455. Я хочу сказать, что непонятно зачем это сделано, ведь Кошка это снайпа, который наверное занимает второе место среди снайперских винтовок по скорости прицеливания. И ее еще делают быстрее. Понятное дело, что снайпера, которые знают, что такое Кошка, они будут немножечко радостнее, потому что пушка еще будет быстрее залетать прицел. Посмотрим, как это будет работать и как это в принципе скажется как бы на работе данной снайперской винтовки. Следующая пушка, которая изменилась также в лучшую сторону. Это моя любимка, это FR-556. Фарик по-простому. Данному гану уменьшили визуальную отдачу и наконец-то до этих, я не знаю как сказать помягче, дошло. У фарика как такового отдачи нет, пушка зажимает хорошо, но там визуально настолько колбасило ствол раньше, что просто можно было сойти с ума. И вообще из-за этого в основном бросали фарик. Сейчас эту визуальную отдачу уменьшили и это сказалось, я специально его проверил. У фарика все сейчас хорошо, можете спокойно брать и с ним нагибать, еще и визуальную отдачу вам убрали. Теперь вам глазик не мылит и все будет хорошо. Берем, даю за им. Следующая пушка, которая потерпела изменения, это пистолет-пулемет ПДВ-57. Эту, кстати, пушку я уже проверил, скажу, ребят, можно спело брать и это, наверное, будет одна из самых популярных пушек в шестом сезоне. Это олдовая волына и в этой пушке увеличили множитель урона в грудь. Раньше это значение было 1, сейчас 1.15 и также увеличили множитель урона в руки. То есть по всем частям хитбокса можно красиво зажимать. Скажу так, ПДВ попробовал, реально хорошо работает, берите, юзайте, ребята, не пожалеете. Что касается пушек, это все изменения, которые будут нас ждать в новом шестом сезоне, точнее, уже нас ждут. Братва, напишите в комментариях, с какими пушками вы хотите попробовать, узнав про ребаланс шестого сезона и какие вас изменения порадовали. Все мысли и умозаключения жду в комментариях, ну а я погнал для вас сделать еще больше крутого контента. С вами был Владос, канал Лумумба Румумба, всех обнял, приподнял. До встречи в следующих видосах и стримах, пока, друзья мои, пока.